Это люди, которые однозначно определили свой выбор, как жизнь на земле. Почему? Потому что мы здесь все выросли, мы здесь так росли все. То есть для нас это вот норма и уровень жизни такой. Быть рядом с землей, выращивать своими руками, топить бани, приглашать к себе всю остальную часть семьи и находиться вместе, то есть на земле. Это не та ситуация, в которой, казалось бы, есть какое-то запустение. Судя даже по тому, что происходит, люди сами вкладывают деньги во все, что здесь было обновлено. Все, что связано с газификацией, все, что связано с канализацией, все, что связано с улучшением жилищных условий, это люди сделали, собственно, заплатив свои собственные средства. Это просто хорошо организованные люди на своей земле. Поэтому это очень странно. Вот получить такое сейчас для всех, это, конечно, полный ушат холодной воды, ну, потому что неожиданно для людей. В данном случае, я считаю, что были напрямую нарушены права граждан, и в первую очередь затронуто право собственности, которое гарантировано и Конституцией Российской Федерации, и Гражданским кодексом. И принимать решение о том, что теперь, где находятся зоны индивидуальной жилой застройки, будут многоквартирные жилые дома, без учета мнения собственников, прежде всего, невозможно. Для того, чтобы изменить зону, необходимо конкретное обоснование, почему необходимо такое изменение. Как мы видим, в данном микрорайоне ветхого жилья практически нет. В данном случае мы считаем, что совершенно незаконно было изменение данной территориальной зоны и функциональной в соответствии с генпланом, где необходимое обоснование, что именно эта территория нуждается в многоэтажной жилой застройке. Этого обоснования, к сожалению, наверное, нет. Если оно есть, то я думаю, что органам власти следовало бы идти на прямой диалог с гражданами и выйти открыто поговорить и сказать, почему они приняли такое решение изменить данную территориальную зону. Получается, государство самоустранилось от решения данного вопроса и напрямую, не побоюсь этого слова, столкнуло интересы граждан, собственников и интересы застройщика. Но в первую очередь застройщик – это сильная сторона, и мы понимаем, кто победит.